Да. Друзья, всем спасибо, что подключились немножечко заранее. Мы начинаем. Сегодня выступит актриса кино, художественный руководитель Митчайки и театральный режиссер Виктория Сид. Она вам расскажет о том, как работать со своим страхом, как выступать перед аудиторией, работать с вниманием аудитории. Мы рассказываем все это в цикле вебинаров, приуроченных к, скажем так, рассказу о нашем долгосрочном курсе для ребят-подростков от 12 до 16 лет. Называется «Актерская игра для подростков». Я думаю, что Вика чуть попозже еще об этом расскажет. Если вы хотите, вы можете задавать ваши вопросы по ходу вебинаров в чат. В самом конце мы их зачитаем, Виктория, и она на них ответит. Большое спасибо. Вика, передаю вам слово. Да, спасибо большое. Еще раз всем привет. Как меня представили, меня зовут Виктория Сид. Да, я актриса кино, снимаюсь с 2015-2013 года. Есть у меня одна из главных ролей в документально-хутожественном фильме и несколько главных ролей в «Коротких метрах». Ну, известных режиссеров у меня были небольшие роли у Алены Звонцова и у Эльдара Салаватова и у Люка Бессона. На данный момент я стала преподавать в Московской школе кино у подростков. Возможно, из-за того, что у меня уже есть опыт преподавания. И я являюсь художественным руководителем Московского инклюзива. «Чайки» — это такой необычный театр. У нас занимаются ребята с особенностями развития. Это синдром Дауна, с аутизмом, с нарушением интеллекта. Мы запустили и сделали два спектакля. Один спектакль по старителлингу — это документальный спектакль. И второй спектакль — это игровой между двух стульев. У нас в году прошла премьера с аншлагом. И, собственно, дальше будем продолжать. Возможно, из-за этого буду рассказывать, наверное, как выступать публично. Давайте сейчас я попробую с презентацией. О чем мы сегодня будем вообще, в принципе, говорить? Значит, как правильно готовиться к публичным выступлениям? Ну, публичное выступление, с одной стороны, кажется, что все просто, но с другой стороны, это очень большая-большая работа. Второе — это как себя преподнести. Я буду говорить, возможно, немножко затрону о технике и, в принципе, какие-то небольшие приемы. Третье — о чем говорить, если вдруг забылось. Ну, такое тоже бывает. И четвертое — как справляться с вниманием публики. Я не буду по порядку вот то, что здесь написано, говорить. Я буду говорить там какие-то техники, темы под, так скажем, под итоги, планы какие-то, но при этом все это будет затрагиваться. Давайте поедем дальше. Что такое вообще публичное выступление? Я бы хотела бы уточнить у девочек Московской школы кино. Видно, да, презентация? Да, все отлично видно. Да, супер, да, хорошо. Давайте поговорим вообще, что такое публичное выступление. Так как у нас все-таки наш вебинар онлайн, да, это первым делом для подростков, поэтому здесь, наверное, очень сложно сказать, что это там публичное выступление для большой аудитории, да, какое-то. Если вы являетесь, например, подростком, то публичное выступление самое простое — это урок. Да, когда в школе нам дают задание, и вот мы выходим к доске, и, соответственно, нам нужно отвечать. Отвечать — это либо может быть домашнее задание, это может быть вопрос и ответ здесь, сейчас, это может быть доклад, это может быть реферат, это все, что угодно. Что мы в школе делаем, я имею в виду выступаем, это и есть публичное выступление. От слова «публика», то есть выступление на публику. Дальше. Начну с того, что вообще все-все волнуются. Даже вот я сейчас подключилась, я тоже волнуюсь, да, потому что онлайн, например, вебинары, для меня это необычно. Но это, опять-таки, я отвечаю себе на вопрос, почему я волнуюсь. Потому что передо мной нет людей, я не вижу глаз, я не вижу лица рук. Соответственно, для меня это такой, как бы, некий этап. Но сложность вращается в опыт. То есть сейчас просто новый опыт. Я понимаю, что за экранами сидят люди, да, сидят ребята, смотрят, слушают. И таким образом это у нас получается такая некая современность, да, некое современное время, где мы просто адаптироваться. И волнение, оно с опытом проходит. То есть если я выступаю с каким-то текстом, как актриса, например, то есть вначале я волнуюсь, дальше у меня все это проходит. Если я снимаюсь в кино, первые два дубля я волнуюсь, потом это у меня проходит. То есть опыт я набираю практически здесь, сейчас. Давайте поговорим о людях, я так чуть-чуть немножко затрону. Не зря я так написала, что великие люди тоже волнуюсь. На первой картинке у нас Уинстон Черчилль. Если про него говорить, то он совсем не обладал поначалу выразительным голосом. Он шепелярил, был склонен к заиканию, и тем не менее он вошел в число трех величайших ораторов эпохи. Как можно представить, что у человека, когда было очень много всяких различных изожимов, заикания, но тем не менее он просто вот такой великий оратор. Ну, мне нужно было, конечно, начать из величайших ораторов мира, Демосфен, который там в центре указан, это один практически гениальных ораторов, не только великого, но он родился в 322 году до нашей эры. И смотрите, он косноязычил, у него было короткое дыхание, и у него была такая привычка все время подергивать плечом. Ну, опять-таки, мы не знаем, до нас только дошли легенды, еще он имел слабый голос. А раньше, как мы знаем, не было микрофона. Сейчас я могу, например, наделать микрофон, и, соответственно, меня как бы слышно. Если я выхожу на сцену, я могу говорить тихим голосом, и опять-таки меня будет слышно. Раньше этого такой не было возможности. Но, тем не менее, со своим слабым голосом он стал величайшим оратором. И третье — это у нас «Железная леди» Маргарет Тэтчер. Она вообще от природы имела практически неприятный такой голос. Она очень боялась выступать на публику, забывала слова, сбывала тексты, и, ну, практически, и волнение зашкаливало, да. Но, опять-таки, несмотря на это, она стала величайшим оратором. Ну, может быть, для кого-то не величайшим, но она вошла вот в такую, тоже в какую-то эпоху. Поэтому начнем с того, что великие люди тоже волновались. И вообще, если мы говорим про подростков, да, вот ребята, если вам, например, 11, 12, 13 лет, у вас есть огромная возможность просто постоянно репетировать, постоянно работать на спой и брать какой-то опыт. То есть у вас есть очень много-много всего, всяких различных возможностей для того, чтобы публично выступать. И, возможно, это великим. Поэтому волноваться совсем не зазорно, и это даже нормально. Так, что дальше? Перед тем, как выступать, у нас возникают различные мысли, различные вопросы. И, соответственно, когда есть вопросы, есть у нас и ответы, да. Что нужно сделать первым делом для того, чтобы первый раз выступить? То есть уже не в школе, а где-то уже в другом месте, да, там перед друзьями. Это есть история. Либо вас отправили, например, на конкурс, и вам нужно выступить. Первым делом — это внутренняя настройка. Пока мы внутренне себя не настроим, мы можем забыть практически все на свете. Но забыть тоже, на самом деле, я дальше чуть-чуть об этом расскажу. Внутренний настройок, на самом деле, все очень просто. Для этого нам нужно ответить на вопросы. Вот перейдем сразу ко второму этапу. На вопрос, ради чего мы это делаем. То есть, ради чего мы хотим выступить? Ради чего я хочу об этом рассказать? Ради чего я должна, именно я, именно рассказать именно про эту тему? То есть ради чего? Это практически такая установка, наверное, на миссию, установка на какие-то ценности. То есть, ради чего? Ну, ради того, чтобы там получить деньги, да. Но это какие-то такие ответы, они не очень, например. Хотя это тоже хорошая цель. Но пока мы не ответим себе глобально, ради чего, мы не сможем сформулировать ту или иную тему. Ну и, соответственно, следующий вопрос. Зачем? Зачем? Зачем ты будешь рассказывать ту или иную тему? Ну, примеры я потом чуть позже расскажу. И только мы ответили себе на вопрос, ради чего я хочу выступить с той или иной темой, и зачем я хочу это выступить. И после этого, когда мы ответим себе честно на вопрос, после этого мы отвечаем на вопрос, как? Как это уже практически форма, да. Как я буду работать эту тему? Через онлайн. Как? Людям. Как, опять-таки, как, каким образом, да. Здесь можно уже, например, второй такой вопрос задать. И пока... То есть мы отвечаем на эти вопросы, и после этого, когда мы понимаем, то есть мы настроились, хорошо, я буду выступать, потому что тот, и тот, и тот. Второй, ради опыта, это тоже хорошее, ради того, что вот у меня есть мысль, у меня есть какая-то идея, которую я хочу донести до зрителя, да. и все, я знаю, я ответила себе на вопросы, как я это буду делать, и потом я уже перехожу к... Я буду все время говорить «я», но имейте в виду, что это, ну, как бы, просто вы на себя переносите, тогда я так думаю, что будет так проще меня слушать. Ну, и, соответственно, и очень часто, вот я написала здесь мысль по-другому, это нормально, очень многие, большинство, и у меня такая есть до сих пор проблема, да, и я знаю, что большинство ораторов, большинство людей, которые выступают, у них есть такая проблема оценки, страха, и страх выглядеть как... и есть страх, что я думаю не так, а другие, то на сцене будут, например, какие-то там, если мы говорим про там возраст, лет, то получается, что я выйду, а вот есть учителя, которые строго смотрят, которые они знают лучше всех, такие умные, они, как говорится, жизнь повидали, да, а я вот только начинаю, я такой еще маленький, нет, все это мы перечеркиваем, потому что вы такой, какая есть, вы такая, какая есть, да, вы именно так думаете, это ваши мысли, это ваши идеи, вы, возможно, подготовите к каким-то уже материалам, да, существующим, либо у вас какая-то возникла гениальная идея, которую только вы так думаете, если это ваши мысли и это ваша идея, то нормально думать по-другому, мы все разные, и ваше там публичное поступление, оно может быть стать одним из лучших, если оно действительно оригинально, и вы действительно думаете так, как вы действительно, да, у меня так, как бы есть такие некие повторы, почему, потому что бывает такое, сейчас с мысли улетело, но на самом деле, почему, объясню, вот смотрите, что нужно делать, когда вот улетели с мысли, конечно, если есть большая, берем вдох, выдох, почему происходят повторы, потому что мы начинаем торопиться, потому что хотим сразу все донести, какой-то тайминг, да, но мы немножко отошли от плана. В таком плане можно, например, что-то пошутить, либо захватить эту идею, если, например, мы говорим, вот у меня на момент, я сейчас говорила про публичное выступление, я говорила о том, что, ну, можно и нужно мыслить по-другому, да, сбилась, соответственно, там, например, этапа, и просто я беру и об этом вам рассказываю. То есть, в этом ничего страшного нет, да, если, например, там, год назад я боялась о том, что мне подумают, вот я начала там спотыкаться, нет, вот у меня такие мысли, в этом нет ничего плохого, мы все, как говорится, люди, поэтому мыслить по-другому, это абсолютно нормально. Пойдемте дальше. Так, вот мы все значит, у нас есть мысли, ради чего мы это делаем, подумали, как, мы структурировали какой-то план, и дальше мы понимаем, что нужно как-то более, наверное, профессионально, чтобы рассказать ту или иную тему. Ну, с точки зрения, если говорить, вообще есть композиция, структура, несмотря ни там и в кино, и в литературе, и в музыке, есть, практически есть везде структура. Структуру можно нарушать, можно делать классически. Если делать классически, в принципе, это вот, пожалуйста, это вступление, да, какая-то идея, мы вступаем, про эту идею мы рассказываем. все абсолютно точно так же, как мы отвечали до выступления себе на вопрос «Ради чего?». Также мы выходим, и в выступлении говорим о том, что ради чего я хочу здесь выступить, ради того, чтобы рассказать о том, что такое публичное выступление, и как не бояться. Вступление очень часто бывает короткое, но на самом деле чаще всего его сделать более развернутым, потому что мы в вступлении плавно переходим к основной части. Вот как раз таки у меня сейчас получается композиция или структура, это основная часть. Основная часть, туда уже входит какие-то более точные, туда входят цели, задачи, что туда еще входит, и туда уже входит какой-то четкий план. Ну и третье, это, конечно же, заключение. В заключение мы подводим итог, и в заключение мы отвечаем на вопросы, мы сегодня тоже будем отвечать на вопросы, да, но если это кратко про структуру говорить, это вступление, основная часть и заключение. Это трехчастная структура. Она практически абсолютно везде. Если говорить более развернуто, то сейчас я вам здесь в принципе описана, но я сейчас буду какие-то там дополнительные, да, что-то добавлять. Рассказываем, о чем будем говорить. Рассказать, значит, это рассказать это второе, то есть мы тему, идею, к примеру. Давайте я сейчас пример. Мы хотим рассказать, например, большую публику о том, что мусор это плохо. Как спасти, допустим, нашу планету от мусора. Что мы делаем? Значит, рассказываем, о чем будем говорить. Это наше вступление. Сначала мы говорим о том, то есть вступаем в разговор, что вот наша прекрасная вселенная, она такая от природы чистая и так скажем, в ее планы не входит. И примеры, что вот в этой стране все чисто, люди убираются. В этой стране не очень. Вот в этом городе есть такие волонтеры, которые убираются. В городе нет волонтеров. И давайте мы здесь для того, чтобы сделать нужно сделать то-то-то-то. То есть мы рассказали такое вступление, оно может быть, если по процентному соношению, но это может быть процентов 20-30. Мы вступили. Соответственно, следующий этап, это уже основная часть, рассказать про это уже более подробно. То есть мы отвечаем почему планета должна оставаться чистой. Почему грязь влияет, например, на так скажем, вот в океане у нас есть, кто у нас есть, что у нас есть, есть рыба, растения, соответственно, это влияет очень плохо на это все. И мы про это рассказываем. То есть мы рассказываем про конкретный сорт. Ну, я в данном случае такой пример взяла про экологию. И дальше, дальше, третье, переходим к заключению. То есть мы делаем такой некий итог. Ну, и в итоге получается, что мы все это рассказали, как мы можем это спасти. Все, мы подытожили, и получается у нас такая целая структура о том, как должна, например, планета оставаться чистой. Это я сейчас кратенько. Ну, и вот второе, это тезис, несколько аргументов поддержки тезиса, повторения тезиса. Здесь уже немножко другими словами я добавила. Может быть, кто так больше поймет. Ну, и, соответственно, два таких основных момента, это проблема и решение. то есть у нас есть какая-то проблема и есть какое-то решение, то есть есть проблема мусора и как мы ее должны решить. То есть это совсем вот коротко про композицию или структуру. Вообще, если говорить про актеров кино, да, например, как представить нас, например, вот я сейчас пример все-таки как актер кино должен себя представлять. Хотя слово такое должен, это такое понятие, такое растяжимое, потому что актер может себя представлять как угодно, он может представлять себя словесно, он может себя представлять молчаливо, он может себя представлять с каким-то жанром, с точки зрения может быть пластики, то есть как угодно, нет на самом деле точных решений, точных каких-то ответов на секреты, потому что актер это индивидуальная личность. Но рассказывать о себе с точки зрения публичного выступления — это очень важно. То есть здесь, если пример все-таки мы будем приводить на себя, то есть сначала вступить в разговор, вступление, получается, что я Виктория Сид, актриса, то есть сначала рассказывать, кто вы такая, кто такой, мы говорим про возраст, мы говорим про себя. Дальше мы переходим в основную часть. В основной части здесь тоже оно может быть таким неким плавающим, да, смотря где мы рассказываем, но в основном мы говорим то, что важно. Если мы пробуемся на роль, но у нас нет сценария, то здесь, но мы понимаем, да, все-таки хотя бы приблизительно на какую роль нас пробуют, то мы в этой основной части будем говорить, что, так скажем, из этой проблемы в сценарии есть проблема. И какая у меня есть проблема? Моя боль такая-то, такая-то, и я ее решаю так-то, и какие-то примеры. Вот это, если говорить коротко. И третье, получается, мы переходим к заключению. Я как актриса, если я просто представляюсь, то сначала я не допредставляюсь, значит, дальше я просто делаю какой-то итог, что приглашайте меня, например, на роль какую-то, да, спасибо за внимание. Если мы прочли сценарий, здесь делаем итог из того, что мы сейчас рассказали. Если мы пробуемся на роль, но мы еще не читали сценарий, но мы знаем боль и проблему, это, соответственно, мы делаем итог проблемы, боли. Вот такой, как бы, небольшой итог. Я сейчас все буду кратко говорить. На уроках, например, сейчас вот у нас идет краткий курс, будем делать, например, более подробно. Когда будет годовой, да, это все у нас, например, каждая отдельная тема. Вступление — это будет отдельная тема. Основная часть — это более подробно, 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 практически через упражнения. Через задачи это все будет проделываться. Дальше. Что же делать все-таки со страхом? Страх-то у нас есть, то есть мы все подготовили, все хорошо, все прекрасно, темы знаем идеально, может быть, не знаем идеально. Но вот у нас есть все-таки некий страх, да. На самом деле страх возникает от того, что мы все-таки чего-то не знаем. Это первое. Второе, конечно же, страх возникает от того, что мы все знаем, но споткнемся. Страх, опять-таки, это оценки. Страх от того, что нас не поймут. Понятно, что это нужно работать, да, возможно, через, там, с психологом, если она очень, если этот страх очень глубокий. Но для того, чтобы хотя бы страх не низировался, мы должны, может быть, опять-таки, да, слово «должны», я его терпеть не могу, но все-таки мы хотя бы должны придерживаться к какому-то плану. Я сейчас повторюсь, почему. Здесь более такая, наверное, подробная схема. Значит, первое, это мы должны определить цель, нашу даже миссию, да. Ради чего вообще, я не только выступаю, но ради чего я выбрала эту профессию, например, актера. То есть не просто деньги, успех, а ради чего. То есть берем какую-то глобальную цель. Это может быть сверхзадача. Сверхзадача, ради чего я это делаю. То есть я буду сегодня повторять, наверное, это пять, а то и десять раз, потому что это самый-самый такой важный, наверное, вопрос ответить. Ради чего я слушаю сегодняшний вебинар, ради чего я хочу стать режиссером, ради чего хочу я стать продюсером, ради чего. И мы потом это все минимизируем в плане конкретного выступления. И получается, публичное выступление, это такой небольшой шаг к нашей большой задаче. К примеру, я хочу стать актрисой ради того, что у меня будут какие-то возможности дальше помогать людям. Это, наверное, скорее всего, такая большая, огромная цель, миссия. Помогать людям можно, конечно, не только через актерство. Ну, например, сейчас к примеру, я не только про себя говорю, да, это вообще пример, но помогать людям мне будет гораздо проще, потому что они знамениты, и меня будут знать, и будут больше привилегии, больше людей звать к помощи. То есть, если я Анжелина Джоли, то при выходе на сцену Анжелина Джоли будут больше слушать. Да, и поэтому Анжелина Джоли тоже помогает людям. Возможно, может быть, не сразу, но через какое-то время у нее появилась такая миссия. Через узнавание, через ее знаменитость она может помогать людям. Вот у нее цель. Все. И публичное выступление, это получается такой маленький-маленький шаг для того, чтобы выступить. То есть, я выступаю сейчас ради того, чтобы сделать следующий шаг. Следующий. И в этой маленькой конкретной цели есть огромная еще, очень большая цель. Да? И после этого выступать гораздо проще. Если даже будет страшно, и вы будете знать свою миссию, будет намного легче, и страх оценки, он практически уйдет. Вы будете сказать, ну и что, пусть обо мне так думают, зато я буду через какое-то время помогать людям. А про это выступление все будут с улыбкой вспоминать, какое бы оно ни было. То есть, пока мы не определим огромную цель, маленькие цели, они не будут играть. Ну, и дальше, соответственно, мы берем эту цель и добавляем какую-то идею. На вопрос нужно ответить, кто я такой. Почему я должна или должен рассказывать об этом. То есть, здесь должна быть какая-то личная история. Личная история может быть абсолютно у всех разной. Кто-то, если, например, про себя опять-таки я буду говорить. Я из многодетной семьи, я восьмой ребенок в семье, родилась в Средней Азии. В какой-то момент мне очень хотелось, моей мечтой, там было переехать в Москву. Я, конечно, занималась спортом, и хотела через спорт стать знаменитой, и, возможно, потом когда-то помогать людям, но первым делом помочь себе и своей семье. Это была такой моей некой миссией. Но в какой-то момент меня придернуло, я захотела стать актрисой, и через какое-то время стать преподавателем. Вот это моя личная такая история, да? Почему я должна это рассказывать? Соответственно, вы тоже выбираете, если вам 11-14 лет, у нас у всех уже есть история. Оно может быть там трагическое, не обязательно там должны быть из многодетной семьи. Нет. Это, возможно, я знаю ребят, которые, например, хотят помогать животным. Это у них может быть большая цель. Есть ребята, которые хотят там в будущем построить какой-то... Есть маленькие цели, да, по путеше... Там, сейчас я грубо сказала, на самом деле маленькие... Сказать другое, но мне вспомнилось про путешествия. Я имею в виду какие-то глобальные цели, как помочь миру. Есть цели, как помочь, например, увидеть весь мир. Это тоже может быть миссией. И это очень хорошая миссия — увидеть весь мир. И в таком случае, да, нужно какие-то делать шаги. И, соответственно, вы отвечаете на этот вопрос. Кто я? Мы определяем, да, кто я или кем я хочу стать, когда я закончу школу. Мы понимаем, куда мы должны двигаться. Если у нас есть вот сегодня выступление, допустим, вас пригласили выступить с докладом про Александра Сергеевича Пушкина. Почему вы должны о нем рассказывать? Вы отвечаете себе на вопрос. Потому что вам нравятся его стихи или другой, любой другой поэт, вам нравятся его стихи. И вам, может быть, конкретно одно стихотворение понравилось. И вы можете рассказать, почему это стихотворение вам понравилось. Что вас затронуло. Тогда у вас будет личная история. Ну и дальше, дальше — это опять-таки план, как я до этого говорила. Ну, без плана у нас никуда. То есть хотя бы какие-то маленькие детали должны быть прописаны. Сейчас я чуть-чуть дальше об этом расскажу. Следующее — ответы на вопросы. Какие должны быть вопросы? Вот мы придумали, например, себе публичное выступление, либо нам дали доклад, реферат, либо мы должны на весь мир выступить. Ну, все, что угодно может быть. И могут там возникнуть абсолютно разные вопросы. Все вопросы, какие могут возникать, вы просто все выписываете. Не знаю, вы можете посоветоваться с родителями, с друзьями. Вот есть такая тема, какие вопросы могут возникнуть. То есть я зритель. Я как, допустим, выступающий перехожу на другую линию. На другую линию и смотрю это со стороны зрителя. И, соответственно, я эксперт-новичок. Если я эксперт, я отвечаю как эксперт. Если я новичок, то я отвечаю на вопросы. То есть я могу просто себя разделить. Я эксперт-новичок. Дальше. Когда мы составили план, мы для себя должны держать какие-то шпаргалки. Это может быть большая шпаргалка. То ли, например, мы списываем, не списываем. Шпаргалка может быть маленькой. Это может быть презентация, например, как у меня. И, может быть, если у вас хорошая память, то просто, например, выписываем в листок. И первое я рассказываю то-то, второе я рассказываю то-то, и третье я рассказываю то-то. Дальше, когда у нас все есть, мы ответили на все вопросы, все проштудировали, у нас есть какие-то шпаргалки, выучили. Дальше мы должны приступить к репетиции. Вот, на самом деле, я сейчас так скажу, что Америку я не открою, но лучшая импровизация — это хорошо подготовленный материал, да? И поэтому, чем больше вы это репетируете, тем лучше. Но, опять-таки, количество, оно тоже, там, можно в этом и переиграть, можно репетировать, что это будет вызубрено, и это будет, ну, настолько от зубов отлетать, что зрителю это может быть, ну, так скажем, некомфортно, да? Лучше, конечно, всегда своими словами говорить, потому что, когда мы говорим своими словами, есть больше доверия. Потому что монотонные речи, выученные совсем тексты — это всегда скучно, потому что... Простите, у меня какая-то реклама выскочила. Так, девочки, скажите, пожалуйста, у меня... так, видна презентация? А, видно, видно Zoom сейчас. А, вот, да, у меня реклама выскочила. Какой-то вирус. Вот. И, соответственно, когда у нас все уже, все по пунктам, и мы все понимаем, все прекрасно, что нам делать, мы все это можем спокойно отрепетировать. Да, поэтому репетиция, она очень так важна. Хотя бы нужно про себя, планы все проговорить. Дальше — это некий ритуал. Вот мне нравится момент из фильма «Горничная», где ее сыну мужчина рассказывает о том, как, что он делает. У него есть некий ритуал. Он берет скрепку, и перед тем, как он волнуется, всю энергию переводит... Что нам нужно делать, какими-то там медитацией, либо йогой, или еще что-то? Абсолютно я могу сказать, что это не обязательно. То есть как направлять энергию? Нет, это ваше дело, да, то есть если это вам помогает, то это хорошо. Но для себя сами придумайте, да, вот в случае, например, фильма, где мальчик берет потом эту скрепку и выступает практически с отличием. Вам тоже это может помочь. Там, не знаю, у меня иногда бывает браслет пофигизма. Сейчас его нету, поэтому, возможно, я сегодня, например, волнуюсь. Но этот браслет такой, который я для себя определила, что, несмотря ни на что, вот у меня есть такой браслет, это моя такая традиция, некий мой ритуал, который мне помогает. То есть каким-то образом энергия туда уходит. Я понимаю, что я для себя придумала такую какую-то штучку, которая понятна только мне. Поэтому вы можете придумать какой-то такой смешной ритуал. Может быть, там, вы любите обнимать кого-то, да, перед выступлением. Расскажу сейчас пример. У меня девочка, актриса, живет в Белоруссии. Она рассказала про свой ритуал, и я считаю, что вот для нее он очень прям подходит. Она перед выступлением 33 раза чистит зубы. Ну вот у нее такой ритуал. Она говорит, я если почищу зубы 33 раза, то значит, я хорошо выступлю. Все, она перед выступлением это проделывает. И выступает, если даже не хорошо, она для себя это делает, такую галочку, как опыт. Но у нее вот есть такой ритуал, да. Другая актриса мне расскажет выходом на сцену, выходом не только, когда у нее публичное выступление, а когда как актриса она выходит. Это, в принципе, тоже, да, такое некое публичное выступление. Ей нужно обязательно заесть булочку. Ну вот, это некий такой вроде, но ей это помогает. Если вы для себя выберете какой-то некий ритуал, то, что вам помогает, может быть, это какие-то упражнения, то, как говорится, welcome. Ну и следующее, это, конечно же, ответственность. Дисциплина плюс желание. Почему я записала плюс желание? Потому что мы можем быть абсолютно дисциплинированными, прийти там, где мы выступаем, там, заранее, приехать заранее, все там вовремя проверить, со всеми сговориться. Но желание может не оказаться. И когда мы выходим на сцену, это будет видно. Бывает такое, что мы вот в этом году, 34 марта, сыграли премьеру спектакля «Между двух стульев». И у нас есть девочка, которая... Вот сегодня у нее есть настроение, может не быть. И так как это два дня подряд стихотворение, то есть непонятно было, когда она сыграет хорошо. И каждый раз она играла по-своему. Что зависело от ее настроения, ее желания. И мы все переживали, потому что мы знали ее такую особенность. Но перед выходом, да, во время репетиции она не хотела делать. И это было не очень. Хотя она... у нее все было дисциплинированно. То есть она была ответственна. И когда уже начался спектакль, мы смотрим, что у нее появилось желание, потому что пришли зрители. Все, мы выдохнули. То есть у нее появилось желание, и все у нее заиграло. Опять такая же история. Все, нет желания человека даже выходить. То есть она говорит о том, что я не выйду. И, соответственно, мы тоже опять-таки, как-как-как, как она сейчас выйдет, она опять сейчас... Опять в смысле как на репетиции, да. Там текст скажет монотонно, что же, что же делать. А мы начинаем ее побадривать. Она делает какой-то там некий свой ритуал. И опять она видит зрителя. То есть мы показываем зрителям полный аншлаг, что пришел зритель, что он тебя любит. И все, она выходит, у нее появляется желание. Все, она играет хорошо и делает все, что нужно. То есть кроме дисциплины нужно еще обязательно желание. Если у нас нет желания, значит, нужно вернуться назад, провести свой ритуал. Наше желание появилось. Если ритуал не помогает, нам нужно вернуться еще наверх, прийти к миссии, ради чего мы сегодня хотим выступить. То есть при любой возникающей ситуации или возникающей какой-то проблеме мы должны всегда возвращаться к каким-то вопросам, к ритуалам. Ритуал не помогает, значит, отрепетировать. Репетиция не помогает, то есть мы идем обратно, да. Репетиция не помогает, так ради чего мы это делаем. Если мы понимаем, что нет, я не хочу ради этого делать, тогда лучше уже не надо выступать. Но самое интересное, что мы можем поменять свою миссию. Мы можем это выступление превратить в нечто другое. То есть мы здесь сейчас можем себе понять, ради чего я должна выступить. Окей, если у меня первая была цель, там, миссия ради того, что спасти мир, ну, я сейчас глобально, да, беру, не помогло, тогда что я делаю для себя. Что я хочу все-таки для себя? Я хочу получить опыт для того, чтобы в следующий раз выступить еще лучше. Просто берем маленькую, да, цель, то есть не такую глобальную. И все. И у нас это, возможно, заиграется. Я сейчас расскажу некий свой опыт. В какой-то момент у меня было с юмором не очень хорошо. И я репетировала, работала, изучала, и я понимаю, что вот, ну, никак не катит. И потом я поняла, что на самом деле здесь дело не в юморе, а в том, что у меня есть страх оценки. Что я делаю? Я беру, иду на ближайший кастинг-камеди. Рассказываю первый раз всем публично. Об этом практически никто не знает, только близкие люди. Пишу себе стендап. Независимо какой-нибудь, смешной, не смешной, безоценочно. То есть я в этот момент не оцениваю. И иду на вступительные. Второй этап. Это был потом, через второй этап я не прохожу на телевизионный, но меня приглашают на третий, региональный. И региональный мне сказали почитать какую-то книжку, определенную, да, более профессиональную уже, и по этой структуре, по профессиональной южной части, переделать свои выступления. Я всю ночь переделываю, и выхожу, я понимаю, что там одни юмористы. То есть они выходят, и прям очень смешно. А у меня, мне кажется, что мне не смешно. Вот я себе сужаю цель, сужаю здесь, сейчас. Сейчас я хочу выступить ради того, чтобы, окей, опозориться, но я хочу, так скажем, перепрыгнуть в страх оценки. Пусть обо мне подумают, что вот так и так, но я выступлю. Вот ради этого я и делаю. То есть я сужаю цель, глобальную цель я убираю, я превращаю большую цель вот здесь, сейчас. Это можно как угодно назвать, это, возможно, и большая цель, но в данном контексте это такая маленькая цель, да? И все, я выхожу, я понимаю, что люди не смеются, но меня слушают. Я себе делаю галочку. Окей, слава богу, я пойду до конца. Все, я прошла до конца, под, как говорится, в три ручья, но вышла я с легким сердцем, да? И ко мне подходят и говорят, знаешь, было не смешно, но было так интересно, ты с таким желанием это рассказывала, ты с таким вот прям хотением это рассказывала, хотела слушать. И для меня это была большая победа. И тогда, в том моменте, я для себя, так скажем, сделала какую-то небольшую, получила небольшую победу, но через какое-то время я поняла, что эта небольшая победа превратилась в большую, потому что у меня хотя бы немного ушел страх оценки. Все, дальше, как говорится, больше, да? То есть мы можем свою вот эту миссию, свою цель переделать здесь, сейчас. И в этом нет ничего страшного. Вышли, хотели рассказать доклад в школе, у вас не получается. Все, ничего страшного, делаем паузу и переходим просто к основной какой-то части и говорим то, что вы знаете, и переделайте просто свою цель. Я сейчас расскажу, зато в следующий раз я подготовлюсь лучше, и у меня будет опыт. Это не завершающее, со страха можно, не знаю, работать сколько угодно, но самым очень круто помогает физическая подготовка. Это дыхание, это тело, волос, да? Что мы можем сделать дыханием? Все очень просто. Вдох через нос, выдох через рот, через живот. То есть мы спокойно встаем перед выступлением, делаем 10 вдохов и, соответственно, выдохов. Мы, можно изучить различные, там, различные техники по дыханию, их большое количество, да? Если, например, было бы отдельный вебинар, отдельные занятия по дыханию, там очень конкретно это все по отдельности, это все рассказывается. Соответственно, у актеров работа над дыханием – это первый день. Если мы не будем дышать, у нас все заблокируется, и будет, как бы, у людей, как говорится, в горле. Вот в ком в горле, да? Чтобы этого не было, и когда нам нужно очень много говорить, важно всегда брать дыхание. То есть поставили точку, вдох, выдох. Таким образом мы можем даже репетировать. То есть сейчас я вроде говорила быстро, говорила без пауз, но дыхание у меня, например, не сбилось. Да? Это на самом деле, опять-таки, какой-то вот уже есть опыт. Но перед, например, когда вы репетируете, вы можете прочесть строчку, сделали вдох, выдох, вторую строчку, и так далее, каждую строчку через вдох-выдох. У вас просто организм привыкнет, и дальше вы будете это уже говорить более красиво. Как говорится, чем больше репетиции, тем лучше и лучше будет с каждым разом. Что мы должны делать с телом? С телом перед выступлением, до выступления, до выступления можно заниматься йогой, очень помогая, да? Можно абсолютно любым спортом заниматься, потому что любое физическое упражнение, оно очень хорошо влияет. Особенно вот когда у нас есть зажим, у нас могут быть зажимы в плечах, если мы будем, кажется, вот эта часть, то она будет более свободна. Мы очень часто не знаем, куда девать руки, да? Если, опять-таки, мы в физическом плане более свободны, кто-то занимается танцами, у них могут быть там танцы очень красивые, да? Кто-то занимается там боевым искусством, соответственно, будет твердо стоять в плечах. То есть любой, абсолютно любой спорт, даже простой бег, он так говорится, простой бег, но бег тоже очень много значит, он помогает физически расслабиться. И третья составляющая — это голос. Работа над голосом — это тоже такая целая большая вселенная. У кого-то от природы красивый голос. Я вот до этого говорила про великих людей, у которых был, например, слабый голос, но со временем у них стал красивый, уверенный голос. То есть, опять-таки, это опыт, практика, и если говорить про курс, то на курсе это просто отдельный педагог, работа с голосом, да? Что мы можем сделать, если, например, мы должны выйти с доклада в школе, либо куда-то нас пригласили на какую-то олимпиаду, где мы должны своих представить? Здесь вы можете вот в три приема прочесть свой текст. Первое. Прочесть его медленно, с дыханием, да? То есть, когда мы читаем медленно, у нас все звуки запоминают практически на нейронном уровне. Это как привычка становится. Второе. Мы можем прочесть это с помощью пробки. Вот будет пробка от шампанского, только мягкая, да, которая от вина. Можно в баре каком-нибудь попросить. Но пробка, она очень хорошо помогает. То есть, перед выступлением весь текст прочесть с помощью этой пробки. Уже у вас будет большой шаг. Ну и третье, то есть мы медленно прочли, да, потом мы берем это, читаем уже с пробкой. И третье, проговорить любые скороговорки. Не быстро, опять-таки тоже медленно с пробкой и потом только быстро. Прошли через скороговорки, и у вас голос будет намного лучше. Но это для тех, кто не занимается голосом более профессионально, да. Это сейчас такие, скажем, краткие вещи, с которыми можно сделать, например, уже завтра. Ну и, соответственно, это практика, практика, практика. Берите мобильный телефон, там, рассказывайте себе, удаляйте, если не понравилось. Потом рассказывайте различные истории друзьям, там, родителям. То есть, чем вы больше будете рассказывать истории, тем больше у вас будет практики. Потому что практика — это самый, наверное, лучший обучающий инструмент для дальнейшей жизни, для дальнейших выступлений. Ну и хотелось бы сказать более, наверное, вообще про рассказывание истории. Сторитейлинг — это в переводе рассказывание. То есть, у вас есть план, у вас есть структура, то есть, вы подготовились с текстом, подготовили, но понимаете, что вы не знаете, как это рассказывать. Да, и это очень часто бывает скучно слушать, потому что, например, ну, просто выписали из каких-то книжек, и вот пересказывает. Или, там, рассказал друг истории, вы пересказываете, вы понимаете, что не очень хорошо сказали. И старитейлинг, вот рассказывание истории — это такой, с одной стороны, особый жанр, с другой стороны, это даже не жанр. Это обычная практически наша жизнь, потому что истории мы рассказываем всем. Мы истории рассказываем, что произошло в школе, мы истории рассказываем, что произошло с друзьями, то есть, это события, это мы посмотрели фильм, пересказываем, это тоже вы рассказываете истории, музыки. То есть, очень-очень много всего, то есть, это даже, это не жанр, а это вот как какая-то данность. Сторитейлинг мы постоянно рассказываем какие-то истории. Но в истории тоже должна быть какая-то структура. То есть если мы в выступлении, у нас есть трехчастная структура, в стритейлинге тоже будет трехчастная структура, но вот сейчас я немножко поговорю о другом. Кроме трехчастной структуры, кроме начала и середины конца, должно быть что-то. Что я это попробую кратко рассказать. К сожалению, у нас всего лишь по времени чуть больше часа. Хотелось бы все это более подробно рассказать, но я постараюсь все-таки внести хотя бы какую-то ясность. Значит, что должно быть в стритейлинге? Это герой, это может быть объект, то есть это может быть человек, это может быть, точнее, объект. Это может быть, не знаю, история про здание, история про чертово колесо, история про картину, да, про какой-то объект. История, соответственно, про субъект. Это может быть человек, животное, то есть у нас должен быть какой-то герой. О ком или о чем мы хотим сказать. То есть мы себе вот определяем. Второе, это я уже выше говорила, это сверхзадача, миссия, цель, задача, да, то есть про это я уже очень много, да, выше сказала, пока мы не определим, ради чего мы это, там, мы должны сказать. То есть у нас, может быть, история такая будет немножко не туда. Но если мы определим себе сверхзадачу, то у вас, вам будет гораздо легче. Следующее, это путь. Путь героя. Почему мы хотим о нем рассказать? Какой путь он проделал, да? Почему, например, если мы говорим про здание, мы хотим рассказать про это здание, его путь. Вот тут построили. Памятник. Почему его тут поставили? У него есть конкретная какая-то история. Памятник, это уже как объект, это герой. Если мы говорим про какого-то конкретного человека, опять-таки у него есть путь. Почему, да? Что он проделывал? Какие задачи, через чего он прошел? Это, соответственно, там препятствия. Что у него было на пути для того, чтобы он мог это преодолеть? Как он это преодолевал? Вот это самое интересное. Обычно, очень многие истории там, например, рассказывают, что вот был человек, жил-был, но потом умер. Ну, он там жил, у него было двое детей. Все. Ну, это неинтересно. Но если у него есть какая-то история, задача, или у вас была задача, как это рассказать, и у него был свой путь, и как он к этому пришел, или как он это преодолел, вот это уже интереснее. По-другому, это еще называется такой некий миф. Миф — это не просто выдуманная история, с которым с данным человеком, или с данным объектом произошло. То есть с ним произошло какое-то индивидуальное событие. Вот только с ним это произошло больше ни с кем. Либо с ним произошло это первый раз. Обычно вот в фильмах, мы когда, например, смотрим события, и начинаются препятствия, и с конкретным человеком, то есть эти события с ним происходят в первый раз. Поэтому интересно рассказать. Если с ним происходит это не первый раз, то все время одно и то же. Это как день сурка. То есть у него каждый раз происходит одно и то же, и вроде уже начинается скукота. Я не говорю про конкретно фильм, а вообще вот день сурка, если вы будете говорить, что у него каждый день было одно и то же. Но если каждый день он пытается препятствовать этому дню сурку, то, соответственно, мне уже интересно, как он это преодолевал. Возможно, у меня тоже это было. Но мне интересно, как он это преодолевал, какой он путь проделал. И, соответственно, если я это расскажу, вам будет интересно. Вот. Здесь тоже можно много, но я еще хочу вам кое-что добавить, поэтому я пойду дальше. Ну и, соответственно, финал. А чем это закончилось? Когда мы смотрим интересный фильм, и вы не досмотрели, что мы говорим? Блин, расскажи, чем закончилось. Или не рассмотрелся, я сам посмотрю. Я хочу посмотреть, чем закончилось. Если это интересная история. Если кто-то вам рассказывает интересную историю, а потом его отвлекли, вам интересно всегда говорить, блин, а чем это закончилось? Да? То есть мы часто задаем такой вопрос. И чем закончилось всегда интересно. Вы говорите, финал, он вышел из этой ситуации таким-то образом и пришел к этому. Или он, к сожалению, не вышел из этой ситуации и пришел к этому-к этому. Мы в любом случае приходим к чему-то. А финал может быть таким. Либо вышел из этой ситуации, либо не вышел. Если говорить про объект, допустим, вот по этому картину это нарисовали, написали. Поэтому картина здесь. Или там про объект писатель Булгаков жег свой роман. Не вышел финал. Не вышел, да? Книга не вышла. То есть объект, как герой, не вышел, но нам все равно интересно. Поэтому здесь в любом случае, да, вот эта структура старитейлинга, рассказывания, история, она должна присутствовать герои, сверхзадача, путь, препятствия и финал. Если вы к этому придерживаетесь, то уже слушателю будет интересно. Давайте перейдем дальше. что же еще влияет на выступление? Я сейчас тоже кратко все это расскажу. На самом деле, опять-таки, каждый пункт, это все прорабатывается, это все проделывается, над этим можно работать, над этим работаются, и если там вот это, есть, например, ребята, они выходят и смотрят вниз. Да? Я работаю с особенными ребятками, у каждого есть какие-то проблемы. Кто-то тихо говорит, и больше проблем, чем у нас обычных людей. Почему гораздо больше проблем? Для нас кажется, больше проблем, но они это преодолевают, и у них это физически, наверное, скорее всего, да, больше проблем. Кто-то тихо говорит от природы, но в любом случае это работает. Через полгода ребенок уже играет в спектакле, говорит громко, несмотря на то, что, например, у многих ребят с синдромом дауна очень плохо развита речь, но несмотря на все равно это тоже можно преодолеть, и преодолевается, мы видим результаты, например, и когда там в первый день репетиции я понимаю, что я даю большой текст, и, возможно, ребенок не справится, но я все равно работаю и через три месяца он выступает в спектакле и говорит этот текст четко, и мы сидим и понимаем, что на самом деле над любой проблемой есть свои решения, да, и если человек плохо говорит, можно сделать так, чтобы он хорошо говорил, то есть есть просто различные инструменты, такие вроде дополнительные, но они у каждого свои индивидуальные, например, вот поза, поза, здесь есть психологическая поза, поза, да, то есть тоже очень многих разных разветвлений, там, не знаю, можно сидеть вот так, то есть очень многие, например, когда, если изучать про публичные выступления, говорят, что есть вот открытые позы, есть закрытые позы, когда я смотрела очень многие, например, выступления с великими людьми, они честно, вот прям честно, они не заморачиваются, когда им интересно, когда им есть что рассказать, у них поза практически всегда открытая, то есть они специально ее не открывают, они могут сесть, там, не знаю, поставить, там, не знаю, руку на спинку стула, ногу на ногу, да, но при этом их интересно слушать, потому что если есть ради чего и интересно, что они рассказывают, вы можете там не обращать внимания. Поза у нас возникает от волнения, то есть снимаемся, как бы спинку, если мы проделаем физические упражнения, это будет все расслабляться, это будет все более свободно, да, и через какие-то опять-таки физические упражнения у нас расслабляется и тело, и руки, и мы можем себя спокойно там держать себя на сцене. Поза — это тоже, ну, над позой, так скажем, тоже можно много работать, у кого-то меньше, у кого-то больше, но самое такое для позы, наверное, больше всего это открытость, открытость в плане, я имею в виду, не тело, а такое, знаете, плечи делаем так, 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 и все, уже можно рассказывать. Здесь она более такая, наверное, более-менее понятная. Ну, дальше жесты. Про жесты тоже очень много можно говорить, есть, когда у нас люди там более, наверное, итальянцы, когда они очень много жестикулируют, это тоже, но в их традиции это нормально. Есть люди, которые вообще не жестикулируют, сидят и так рассказывают, возможно, для них это тоже нормально, но жесты должны быть в умеренном количестве, то есть их не должно быть много, их не должно быть мало, но специально на каждой фразе жест вот как-то вот так, это здесь, наверное, не нужно зацикливаться, если они идут, то мы их добавляем, если не идут, не добавляем, то есть специально ничего не нужно делать. Ну, про жесты это опять-таки тоже отдельная тема, но я говорю, самое главное это свобода. Ну, следующая-то речь, ну, про речь я тоже говорила, да, то есть мы либо работаем профессионально, либо мы работаем перед выступлением, делаем какие-то небольшие упражнения, это пробка, это читать медленно, это проговаривать какие-то, если мы, например, звуки, буквы, мы понимаем, что, например, буква у нас не очень хорошая, значит, мы все подчеркиваем и проговариваем только эти буквы, мы делаем это через пробку, мы это делаем через проговорки, и тогда у нас будет речь более-менее понятная. Дальше, темп, ритм, говорить очень быстро, да, мы можем говорить очень медленно. на самом деле лучше всего, когда у нас темп идет разный, то есть где-то мы быстро, где-то мы замедляемся, то есть нужно всегда проходить в золотую середину. Дальше это ритм, ну, ритм тоже определяем, ритм, все это, темп, ритм, на самом деле определяется, вот я самое главное не сказала, какой у нас зритель, да, если мы говорим стендап, у нас там определенный ритм, определенная ваша стилистика, кстати, стилистика тоже очень влияет, да, от личных, от личных качеств человека. Если это доклад, это определенный будет темп, ритм, если это, ну, там тоже все понятно, то есть темп, ритм, он может быть везде разной, и у человека может быть разной, и от, зависит от человека, зависит от того, что вы говорите и для чего вы говорите. Дальше это контакт со зрителем внешне и внутренне. Почему я записала внешне и внутренне? Потому что вот сейчас мне сложно, да, я честно скажу, немножко сложно, потому что у меня нет контакта со зрителем, есть только камера и вот есть в камере только я, только я себя вижу и вот моя кухня, есть какие-то объекты, не вижу зрителей, здесь немножко сложнее. Но на публике самый очень, самый такой удобный вариант, когда зрители разделяем на три части, это левая сторона, сторона и центр. Если мы все время будем говорить центр, то здесь вы можете не захватить. Для того, чтобы захватить весь зал, мы буквально делим на три части, да, мы начинаем здесь, продолжаем с, там, справа и завершаем, например, по центру. И дальше мы тоже, например, аплодируем всем. То есть у нас должно быть три точки. Если вы выберете конкретных людей, это тоже очень круто. То есть я выбираю конкретных людей, кого знаю, и там, благосклонен, кто меня слушает. это такая внешняя, да. Но и внутренняя, внутренняя это, скорее всего, вот такой настрой, контакт со зрителем. Мы должны четко понимать, кто меня слушает, кто не слушает. То есть если кто не слушает, мы можем для него подойти и рассказать. Знаете, я вам хочу сейчас рассказать вот это. Это, кстати, очень классно иногда работает. Однажды, я сейчас быстренько расскажу пример. Однажды в спектакле, мы играли в спектакль, и у меня был монолог на зрителя. Я понимаю, что вот все слушают, а вот один человек не слушает. И я просто повернулась к нему, и весь монолог прочла ему. Во-первых, те, кто меня слушали, они меня и так слушали, то есть им было уже... А те, кто не слушал, он просто поднял, по-моему, там была женщина, она просто подняла глаза, и у нее выбора не было. И она просто продолжала меня слушать. Я ей монолог просто лично для нее. И для меня это таким было неким успехом, потому что в этот момент, получается, охватил весь зал. Дальше это юмор, ирония, самоирония. Самоирония на самом деле важнее даже всего, чем юмор. Почему? Потому что мы, когда выходим, у нас есть, опять-таки, вернусь, страх оценки. Деды, что, что такая, там, не знаю, может быть, какая-то грязь, или мы там перед выступлением выпили кофе, разлили, вышли, например, если мы говорим про урок, да, к примеру, выходим, там, не знаю, у меня там провалась юбка или там брюки где-то, и мы постоянно думаем об этом. Если вы это, там, привнесете в самоиронию, там, ой, какая я там неряха, ха-ха-ха, там, со всеми смеялись, это будет вашим плюсом, да. Если вы пришли на кастинг, и вы думаете, как вы одеты, как вас оценивают, там, например, вы пришли на какую-то, там, героиню историческую, там, историческую, там, допустим, плана, конечно, к таким персонажам нужно хотя бы чуть-чуть подготовиться, да, одежду, должно чуть-чуть соответствовать этой эпохе, да, это пусть будет какое-то платье, непонятно, мы пышным платьем не придем, если это девочка, мы хотя бы приблизительно наденем то платье, которое вас, там, отводит к какой-то эпохе, к примеру. Но вам позвонили в тот момент, когда бы вы были в рваных и в рваной майке, и вы поехали на кастинг. Мы просто это, переводим в самоиронию, говорим, вот представьте себе, что вот та героиня, ну, оделась в такой одеяль. То есть мы можем из этого сделать плюс. То есть самоирония, это, мне кажется, такая самая очень важная вещь. Но ирония, юмор без этого никак. здесь тоже, да, можно учиться, и этому можно научиться. То есть, опять-таки, некие определенные приемы, с которыми можно работать. Ну и дальше внешний вид. Опять-таки, чтобы вот как казус, все-таки у нас было меньше казусов, и меньше было страха все-таки есть, значит, это лучше подготовиться заранее. Либо, допустим, да, я там в майке, и мне как бы, мне удобно, очень жарко. Ну, мне комфортно, да, так скажем. То есть ваша одежда, она должна быть комфортной. Если вам комфортно, то вы не будете задумываться о том, как вы одеты. Но если вы все-таки некомфортны, значит, переводим это в иронию, в самоиронию. Вот. Ну и, наверное, последнее, но, так скажем, не окончательная. Да, часть — это техническая часть. Когда мы выступаем, у нас есть микрофон, у нас есть ноутбуки, у нас есть свет. То есть мы это все должны брать в партнеры. Мы должны подготовиться за реализацией, мы должны заранее подготовиться в микрофон. Понимаете, вот это все влияет на выступление. Когда у нас все это подготовлено, когда у нас все это, все прекрасно, все замечательно, волнений гораздо меньше. То есть не нужно специально работать над волнением, там, определенным какими-то техниками. Если все готово, волнений будет уже меньше. Тогда мы просто добавляем тело, дыхание, речь и наш внутренний настрой. Вот. Но и самое важное, если что-то пошло не так, воспринимать это абсолютно спокойно. Потому что зритель не знает, как должно должно это происходить, да. Сценник, как актер, забыли текст, это уже учится. То есть вас могут научить сделать, чтобы зритель не знал. Но на самом деле, например, я всегда переживаю, как режиссер, когда ребята забывали текст, я всегда им говорю, вот если забыли текст, вообще не называем, я вас ругать не буду, я уже вас на репетиции ругала этого достаточно, на сцене ругать не буду. Зритель не знает, как должно быть. Забыли текст, говорим своими словами. Забыли текст даже своими словами, делаем паузу, подходим к партнеру, делаем что-то физически. Посмотрели на зрителя, задумались, то есть есть очень много различных приемов, как можно сделать так, чтобы, например, зрители не подумали, что забыли текст. Никогда нельзя там начинаете дрожать, ой, забыла текст. Нет, забыли текст? Спокойно, спокойно вспоминаем. Вас может вытащить партнер, если он есть. Если нет, если у нас обычное выступление, я имею в виду обычное, это не театральное, не киношное, допустим, доклад, реферации или выступление на Олимпиаде, здесь можно сообщить, сделать паузу. Так, на чем же я становился? Сейчас я повторю выше изложенное и плавно перейду к следующему, да, то есть можно как бы добавить такое. Но ни в коем случае себя ругать, это не нужно. Можно после выступления выписывать минусы, плюсы и работайте просто над этим дальше. Опять-таки все в опыт, все в этом, ничего страшного нет. ну и где нам брать истории, да, так как я все-таки говорила там про старитейлинг, где допустим, мне ребенок говорит, я не знаю, как рассказывать, у меня плохо там с рассказами, вот я, например, до сих пор не буду рассказывать анекдоты, можно бы начать работать над этим, но я поняла через какое-то время, но пока мне это не нужно. Но можно быть интересным рассказчиком совершенно с других источников, да, это люди, события жизни, то есть чем мы больше будем наблюдать, на самом деле вот первое наблюдение, это самое крутейшее, как актеры, нам это очень важно, потому что наблюдение, оно стоит на первом месте, наблюдаем над животными, над людьми, над природой, там, над событиями, и через какое время это все в нас, так сказать, отпечатывается, и когда нам нужно, если мы говорим про, там, не знаю, сыграть какую-то другую роль несоответствующую, мы вспоминаем про эту историю, мы вспоминаем, как этот человек, например, себя вел, то есть рассказ это может быть не только словесно, а это может быть через вот актерство, да, вот вдохновляться можно людьми, событиями жизни. Следующее, можно читать, наверное, мифы и легенды, там это просто кладезь истории, берите вот автора Кун, так фамилия, два автора, в принципе, в школе это изучается, Кун, вот мифы и легенды, читайте, учите, и там просто неимоверное количество различных историй, это притчи, вот в притчах прям очень классных историй, такие душещипательных историй, да, у нас вообще мало людей, кто умеет говорить притчи, если вы будете одним из них, мне кажется, это будет очень круто, потому что это такая, как сейчас в современном мире говорит, Миша, ну, следующие, это фильмы, чем больше мы смотрим, тем больше мы знаем, тем больше мы понимаем, книги, это можно относить как раз, что там есть мифы и легенды, книги, это это незнаменитые авторы, это интересные истории, это больше вы будете читать, тем больше вы будете понимать, что неинтересно. Ну, анекдоты, это такая уходящая эпоха, но очень мало людей, которые умеют их рассказывать, поэтому это тоже незаметая ниша, здесь тоже можно открывать журналы, читать и потом перескать. На самом деле пересказывайте все друзьям, и тогда вы просто там будет опыт. Музыка, музыка практически вся хорошая, она основана на истории. Можно прослушать какую-то души, душщипательную музыку, и вы поймете, в чем история. Прослушать текст, я здесь не написала стихи, стихи это тоже картины, но на самом деле многое другое. Давайте сейчас, мы уже скоро это я сейчас попыталась все кратко рассказать, еще добавлю то, что когда мы начинаем продавать, допустим, у нас нет опыта, как рассказывать, но мы уже хотим начать рассказывать, рассказывать своим родителям, своим друзьям. Пусть этот рассказ будет не более 7 минут сначала, то есть для начала допустим мы включаем мобильный телефон и записываем какую-то историю, не более 2 минут, 3 минут, и через какое-то время понимаете, что вы уже можете делаем как рассказываем на 7 минут, рассказываем 5 минут, рассказываем уже больше получается, лучше на 15 минут, на 20 минут, а потом делаем какое-то большое выступление на час. Вот, я сейчас попыталась все быстро рассказать, да, я надеюсь, что я донесла вам информацию, если мы говорим про под итог, то правильно готовиться к публичным выступлением, да, я рассказала там небольшие планы, тексты, туру, там, в принципе, делать какие-то тезисы и понять вот это, все, что я говорила, это ответ на вопрос, как правильно готовиться, как себя преподнести, да, это как раз-таки это во внешнем виде, это на вопрос отвечает как, как это мы, то есть сначала мы ради чего отвечаем, потом как, то есть, и опять-таки, я надеюсь, что ответил на это, о чем говорить, там, если бы вам забылось, здесь опять-таки нет конкретного ответа, чем вы больше знаете историю, чем больше у вас практики, тем больше вы будете знать, если вы все-таки забыли, значит, мы возвращаемся просто наверх, да, наверх, то есть, о чем мы говорили, вы также говорите, так, о чем мы говорили, давайте я сейчас повторю, я говорила то-то, то-то, и вы сразу вспомните, что вы хотели дальше сказать, то есть, просто возвращайтесь, в этом ничего нет страшного. Следующее, как справиться с вниманием публики, да, был такой вопрос на сайте тоже, здесь опять-таки, все, что я там, подытожила, все, что я там говорила, то есть, это больше, наверное, относится к телу, к физике, голосу, к дыханию, если у нас все это будет подготовлено, вы абсолютно хорошо справитесь с, ну, и, наверное, в завершении я скажу, что, на самом деле, чем больше практики, тем лучше, вообще, не бойтесь, никто от этого еще не умер, так сказать, да, позор, это не всегда плохо, позор, это следующая ступень к последующим действиям, понимаете, что выступили, например, плохо, мы, кстати, вот после выступления очень классно выписываем плюсы и минусы, но сначала выписываем плюсы, ни в коем случае себя не ругаем, не крикуем, прописали плюсы, что я такой молодец, сделал то-то, то-то, а теперь, что я же делал плохо, я сделал то-то, то-то, ага, значит, надейте и работаем, наверное, все, давайте перейдем к вопросам, девочки, меня слышно? Как полезных советов подчеркнула? Да, друзья, вы можете писать вопросы в чат или вопросы-ответы, как удобно, у нас пока что здесь вот есть два вопроса, первый, Виктория, подскажите, пожалуйста, какие-нибудь приемы, подскажите, пожалуйста, какие-нибудь приемы, которые помогают бороться со стрессом во время выступления непосредственно, может быть, пошутить, попытаться пообщаться с публикой, но это не везде уместно, разумеется. Да, это везде неуместно, но на самом деле, вот как я говорила, мне кажется, он всегда уместен практически везде, если даже это, допустим, в школе, да, и мы, если мы говорим про подростков, очень чаще всего там у нас про домашнее задание, но там тоже юмор уместен, если это конкретно касается темы, то есть мы можем заранее подготовить, например, тема очень сложная, я не знаю, по биологии, и мы просто заранее, если выпишем себе интересные факты, к примеру, необычные факты по этой теме, серьезная тема там по биологии, но по любой теме, особенно в нашем, там, в наше время, в интернете можно просто там забить интересные факты, забавные факты там про мотылька, к примеру, я сейчас пример беру, и у вас эти будут, и когда вы там, например, забыли текст, мы рассказываем, здесь все серьезно, говорите там, ой, я спрашиваю интересный факт, то-то, то-то вы заранее это, конечно, да, вы выпишите, плюс как справляться, опять-таки, вот я говорила, что мы делаем какой-то себе ритуал, это ох-выдох, мы делаем паузу, да, это можно сделать какую-то паузу, очень часто, там, например, человек забыл текст и говорит, ой, я забыл текст, ничего страшного, если это уместно, говорите, знаете, я забыл текст, что я говорил, так, можно обратиться к публике, так, ребят, скажите, о чем я сейчас говорила, вам, ну, просто напомнят, да, если вы будете искренне, со зрителем, если это уместно, например, если есть, можно поговорить со зрителем, зритель всегда поймет, есть, был такой момент, эксперимент, было три человека, значит, первый вышел, сказал выученный текст, вызубрел, красиво одеты, все у него было шикарно, все он круто рассказал, вот прям без запиночек, второй, у него тоже было все шикарно, но у него было там три-четыре запиночки, он забыл текст, но он обратился к зрителю, пошутил, да, улыбнулся, кстати, улыбаться это очень важно, когда мы что-то рассказываем, если я не веду, если мы как, у нас роль как актер, я сейчас говорю про публичное выступление, да, то есть, вот второй человек, у него были какие-то там запинки, но он обратился к зрителю, и третий, там был неподготовленный текст, и там что-то было, у него было самоирония не очень хорошо, и потом попросили людей проголосовать, кто им больше всего понравился, как вы думаете, ну, к сожалению, у меня здесь нет обратной связи, я сразу отвечу, им понравился второй человек, который все было вроде хорошо подготовлено, но он запинался, потому что люди любят таких, как они, ну, третий тоже не понравился, потому что человек не подготовился, и у него там, ну, было очень много там запинок, да, а первый, у него было все шикарно, вот, совсем идеальных людей, почему-то, ну, иногда, я не знаю, это, конечно, ну, восхищается ими, но вот такая открытость больше все-таки людям, которые честны, честные передачи, и честные перед зрителем, если честна, если я говорю честно, что я забыла текст, давайте повторим, или там сказала, какой-то, и у меня там куча там подготовленных, например, тезисов, вот, к сожалению, я не подготовила, да, какие-то смешных моментов, потому что я понимала, у меня с Олей сейчас, но это очень помогает, то есть, в любой ситуации можно найти выход, плюс практика, чем больше вы понимаете, например, у вас 10 выступлений, и мы проанализируем, забывали текст, что мы делали, что помогло, что не помогло, используйте это, используйте свои фишки, чем больше мы будем делать фишки, а не чьи-то, тем больше вы будете идти вперед, это так. Да, спасибо. Следующий вопрос. Знаете ли вы каких-нибудь актеров, которые сами, например, не могут выступать публично, боятся, но именно перед камерой во время съемок чувствуют себя очень органично и свободно? Может быть, можно как-то этот опыт перенести на публичное выступление? Этот опыт перенести на публичное выступление? Да. Каких-то актеров сейчас и так на скидку, возможно, не вспомним, но такие истории, да, я много слышала, очень многие лучшие актеры не любят давать интервью, не любят выступать с публичной, и это абсолютно нормально, потому что они привыкли рассказывать историю с помощью своего тела, старителлинг — это не только через наши внешние какие-то там, но это и внутренние. Рассказываем историю через тело, например, взять спортсменов, спортсмены — это как раз-таки те люди, которые рассказывают историю через бой, через свою игру, это у них тоже старителлинг, но они любят публично выступать, но мы все их и знаем, да, и у них выступление — это проявление через тело. То есть певцы, которые любят петь и рассказывают историю через песни, они сами пишут тексты, они сами пишут, например, музыку, но говорить не любят, и это через музыку, то есть мы должны просто найти свой способ существования на сцене, и даже уже актеры есть разные, есть актер кино, есть там актер театра, есть актер кукольного театра, да, я боюсь зрителей, я там боюсь, мне очень комфортно быть за... это их публичное выступление, это абсолютно нормально, то есть нужно выбрать свою форму публичного выступления, там музыканты уличные, они, например, могут там, им очень комфортно выступать на публике, где есть личный зритель, но им не комфортно выступать на большую аудиторию, это их личное проявление, поэтому вам нужно просто понять форму и не лично выступать, это не обязательно говорить текстом, у меня, например, с этим с одной стороны вот раньше была такая большая ситуация, я тоже знаю какие-то свои минусы, но над этим я работаю, да, и поэтому здесь просто надо выбрать форму и welcome. У нас сегодня не очень, не самые разговорчивые участники, пока что это все по вопросам. Я бы, наверное, все рассказала. Ну да, да, очень подробный доклад был у вас. Друзья, ну что, тогда вопросов не появляется, я, Виктория, я поблагодарю вас еще раз, огромное спасибо за ваше уделенное время, за вашу подготовку, за такую полезную лекцию, ну, вернее, не лекцию, а мастер-класс, скажем так. Ну, практически лекцию, да. Ну, и я бы в финале вот тоже бы сказала бы, перешла бы к классике, прочла бы этот такой момент, я думаю, что все равно будут ребята с, особенно те, которые у нас сейчас на коротком курсе, да, но публичное выступление, как я и говорила, это Карнеги такую сказала вещь, что это путешествие с целью, маршрут должен быть нанесен на карту. Тот, кто не знает, куда он идет, обычно приходит неизвестно куда, ну, в принципе, как в «Алисе в стране чудес». куда идти, а куда ты хочешь, да? И, наверное, вот мое завершение будет таким, когда мы себе определим цель, определим себе задачу, и наше пройдет очень весело, круто, классно. Наверное, так. Ну, и вам спасибо за внимание. Да, спасибо, друзья. Ну, ждем тогда вас у нас на курсе, работайте над собой, готовьтесь, не бойтесь ничего, и выступлений в том числе. Вот, всем успехов, удачи, хорошего вечера. Спасибо. Спасибо большое. Виктория, спасибо. Все, до свидания. Вам спасибо. Да, всего доброго.